Португалия изобилует памятниками разной старины глубокой. На этой благодатной земле побывали самые разные народы. Среди них были те, кто нам известен, и, вероятно, те, о ком мы даже не догадываемся. Но и они оставили свои следы в постройках, которые мы считаем творениями рук. Известных нам народов. Недавно побывал в городе Мантимору-Нову. Казалось бы, я уже видел практически любые местные изыски в области древней архитектуры и фортификации. Но этот город меня поразил своеобразием. Крепость здесь огромных размеров. В этой крепости может поместиться еще один такой город. Наверное, когда-то так и было. Но сейчас внутри крепости пусто. Остались только фундаменты и живописные руины. Впечатляет даже не столько архитектура крепостных построек, сколько объемы каменной кладки. Этим количеством камня, уложенного в стены и башни, кажется, могут позавидовать многие пирамиды. Архитектура построек очень разнообразна и принадлежит многим народам. У крепости было много владельцев, но список их покрыт мраком прошедших тысячелетий. Тысячелетия оставляют следы на земле. Самые древние постройки, на мой взгляд, сосредоточены на вершине крепостной горы, там, где остались развалины дворца, возле них. Вернее, дворец был построен возле невысокой, почти кубической башни. Позже уже другой народ с другими верованиями построил цилиндрическую башенку со сферической крышей. Потом обе башни объединили в общее помещение, которое еще позже было стилизовано под католическую церковь. Но загадка в другом – кто, какими силами и за сколько веков все это построил? Кто возводил эти стены и башни? Сколько народов сменили друг друга на этом месте? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok